ребята была шикарная поклевочка смотрите какая отличная плотница как затянуло ну вот уже как-то радостней погнали мальчишки и девчонки также ходили канал рыболовное приключение погнали есть у меня для вас одна интересная история ездил я как-то на днях на рыбалочку ну как ездил проезжал как всегда мимо возле одной речушки и там остановился рыбак сидел я думаю дай подойду и он исправно ловит уклейку платвичку как бы шикарно ну я сразу первый же вопрос как всегда на что что почем как будет на тесто вот я уже ему сразу понятно яйцом ванили нам нет говорит не любит как нет что за рецепт рассказывай ну он там что-то немножко помялся ну потом рассказал добавляет он туда секретный компонент ну а какой все по порядку сейчас него расскажу забегая вперед взял я у него немного теста потому что там у него в лице мало оставалось немножко мне выдавил попробовал я половить скажу честно ловил я был металл опарыш на опарыш были поклевки но вяленькие на это конечно брала уверенней вот поймала идет около 20 платвис буквально за минут 40 сел там рядышком вот понравилось мне очень понравилось рецепт я знал возможно многие тоже знают но вот именно не знал что он по осени работает тоже также замечательно именно по плотве по уклейке вот я на нее ловил основном карася но оказалось что и белая рыба такая как густера плотва уклейка тоже это очень любят и вот решил с вами поделиться так что погнали очередной рецепт назову его знаете как рыбье сердце пускай будет почему рыбье сердце в это все узнаете ну что ж приступим как я уже сказала это будет тесто значит нам понадобится что правильно мука вот я насыпал сюда немного муки у него была мука вода и добавление одной штуки но я сделаю добавлением яйца так как знаю я что белок очень и очень хорошо склеивает наше тесто и будет она держаться очень и очень просто так главное его хорошо вылить а то я как-то было делал отделял так что у меня и желток туда плюхнулся вот пока отложим елки-палки отложить отложим пока этот желток не хочется папа всем и берем пример вот этот ножичек и размешиваем делаем тесто вот не знаю может тоже шприц затолкаем может и не буду пока делаем вот так как обычно ничего интересного как я уже говорил все интересное будет добавлением этого компонента запах у него специфический понюхал когда он не дал кусочек сразу понял что это там добавлено и расскажу вам сейчас немножко вот так помешаю потом руками забегу вперед на рыбалочку сегодня не поехал сломался у меня рыбомобиль а как сломался заводить не заводится я короче масло маклал стартер ну нихрена елки-палки я уже подумал иммобилайзер кто водитель тот знает что такое это блокировка противоугонная системы блокирует там сразу стартер генератор бензонасос короче все машина нахрен отключает мне показалось что это он потому что даже была иногда ошибка на компьютере машин как раз но машинка как разненько и ключ вот так от начала машинки до конца позвонил я в сто говорят пригоняй посмотрим пригнал я целый день они там маслали говорят хер его знает проверили на компьютере как бы все в порядке все нормально говорит ты у меня машина газ бензин говорит ты на газу ездишь и на бензине говорю на бензине и на газу в основном на газу говорит а бензин есть я говорю да есть давай проверять бензонасос а он ребята не затягивает короче выяснилось насосал он разной там грязи мути а в этой машине как у меня тина там самого нету фильтра бензинного там внутри в баке стоит какая-то сеточка вот она затралась и она не заводилась не тянула а чё она затралась думать кто там столько грязи не мог понять но сегодня понял знаете что эта труба которая идет куда пистолет вставлять бензин заливать она вначале вот где пистолет вставляется оторвалась у меня перегнила там не знаю железная тоже тыс нет пластмассовый японцы тоже пикнули железную она прогнила и из-под колеса получается она болтается вся грязь в эту трубу там и есть язычок защитный такой но он слабенький по роду херачила и туда налупил я туда песка засрал весь бензобак и рыбомобиль немножко выбыл из строя но я там как бы бензином промыл немного вроде сейчас ездит ему надо все равно ехать разбирать полностью бензобак снимать чистить его снимать бензонасос тоже чистить короче попал я прилично ну слава богу чтобы сервис попался хорошие они там все через компьютер пробили прозвонили как бы все системы в норме уже хоть радует есть что искать потому что начали там и как бы какой-то там и датчики разные не начали советовать подачи воздуха там холостой ход прочее там короче свечи микки для меня а я там все нормально полтора месяца назад а в итоге оказалось проверили насос не тянет бензин вот ну ничего ладно неприятность этому перерыву сейчас нам главное сделать такое тесто если я конечно не поломка машины я бы уже съездил снял вам видео да кстати когда я подъехал к этому мужику у меня с тобой был телефон в болезнь там память забита снял я я половил вот получилось начал снимать одну рыбку поймал снял потом уже сообщение память заполнена там теле теле трали валит конечно было очень неприятно потому что хотел снять вам видео как я не уловлю ну вот не знаю вставлю наверно сейчас один ролик хоть посмотрите что поймал рыбка брала жадно офигенно говорю опарыш вешивает тишина если ты что-то куль и все я сходит не нравится а вот именно вот это вот тесто офигенно работало ну что вот смотрите получилось у меня тесто это конечно я уже шприц не затолкаю она уж больно уже получилось у меня густое тоже ничего вот так шарики отрывать на крючок и забраться и так что мы добавляем сюда внимание все готовы таратан таратан карвалоль чик да да ребята знаю я что манку на знакомы делать карвалолом на карася офигенно вот ну как бы на плотву я даже подумать не мог на карася да знаю есть длина разные там специально карасёвый водоемы ловили то что угодно вот именно вот манка с карвалолом или теста вы скорлова офигенно покрыли дубасилов ну как бы я и подумать не мог что и плотона это можно добавить, и причем неплохо, и осенью, когда везде почитаете, пишут предпочтительные живые насадки. А тут тесто. Ну вот, что мы делаем. Знаю этот рецептик, на карася я его делал, но правда, что-то забыл вам снять. Показываю. Берем корвалол и вот сюда пару капелек. Много не надо, не переборщить, потому что если вы нахринячите много корвалола, она наоборот будет отпугивать. Вот я сколько здесь, ну капель 5, на вот такой вот кусочек капнул. Сейчас понюхаю. Главное, чтобы запах от него был, потому что, если не будет запаха, смысл от него, как вы поняли, никакой. Так. Ну вот есть, но маловато, мне кажется, еще. Ну вот говорю, здесь главное не переборщить. Вот можно даже сделайте 2-3 кусочка и по чуть-чуть в один добавьте. Если где-то что-то переборщили, начните делать второй. Потому что 100% проверено. Я тоже как-то думал, о, нафигачу корвалола будет лучше. По карасю. Говорю, навалил его столько. Вообще никогда не клюет. Тот лупасит меня не клюет. Я там знакомый, который уже на этом сортисте собаку съел. Говорю, посмотрю. Он подошел, у меня за 2 километра от меня корвалола несет. Он говорит, ты что, дурак? Сколько всего нафигачил? Я говорю, сколько? Ну добавил, сколько там было? Пол такого, наверное, тюбика. Говорит, выкидай его нахрен. Говорит, на тебе моего лови. Понял. Вот такая вот была у меня интересная рыбалка. Так что главная мера. Вот все. Достаточно. Запах идет. Это получается сколько я? Вначале где-то 5 капель. И потом еще добавил 5 капель. Понюхали, посмотрели. Если уже перебивает запах теста корвалолу, значит хватит. Потому что если вы еще нафигачите, это будет бомба. Вот. Все. Смотрите, какое мягенькое тесто с добавлением белка. Это я делал так, показывал вам прилипалу. Офигенно держится на крючке. Запах корвалольчиков. Смотрите, как шикарно катаются шарики. Такого кусочка не хватило бы на целый день на рыбалку. Вот. Ну что. Рецепт готов. 2 минуты или 3, ребята. И вы сделали. Почему рыбье сердце? Потому что корвалолу это как оно идет там от сердца. Для чего? Ну, успокаивающе. Вот. Поэтому придумал я такое название. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Впереди нас ждет увлекательное рыболовное приключение. Я думаю, рыбомобиль я до ума заведу. И выйду на рыбалочку. Но у нас, блин, дожди передают. Сегодня была шикарная погода. Вообще обалдеть. Но вот представляете, вот я влетел с этим, блин, рыбомобилем. Не ожидал я такого. Думал, этот иммобилайзер загнал электрику. Сейчас думаю, разблокирует за полчаса и вперед на приключение. Ага. Целый день мы провели в сервисе. Выяснилось, что искали не в той стороне, что это всего лишь завтра. Но бензомазоз еще, как бы, если бы он сломался, выбило бы ошибку. Тогда было понятно. Он работает, но он не тянет. Вот в чем была проблема. И как бы узнать это было нереально. Пока уже это тупо не занялись им. Так, включая, слышно, гудит, работает. Значит, ну, что его трогать, значит, тянет. А кто знал, что он затрал, как и не тянет. Вот. Ухи нервов я сегодня потратил. Ну, да ничего. Все тогда, если завтра не будет дождя, хорошая погода, и если с работой быстренько все увлажно, значит, я это тесто беру с собой и завтра снимаю вам прикольное видео. Главное, чтобы повезло, потому что рыбалка, вы сами знаете, клюет или вчера, или завтра. А сегодня никак. Так и я вот. Сказали, там тоже мне одно местечко посоветовали. Говорят, плотва, песня. Заехал я два часа ни одной поклевки на поплавочную. Потом говорят, на Фидер там есть ямка, леща дубася, заехал та же история. Ребята, говорят, не знаю, вчера наловил, сегодня приехал, ни хрена. Ну, я думаю, с этой насадкой я не обломаюсь, как бы, место знаю, где ловить знаю. Погода была, как бы, тоже не супер-пупер такая середняя. Так что, я думаю, должно повезти. А если не плотвы, так может, даже и уклейки какой наловить. Обещал я вам как-то видео снять про приготовление консерв или шпротов с уклейки. Хочу попробовать. Сам ни разу не делал. Очень интересно. Давали пробовать, не спорю, офигенная штука. Очень понравилось. Улупил я ее, даже уши печали. Но ее делали как? Покупали в магазине эту кильку, спильки делали. Я так прикинул, нахрена мне покупать кильку, если можно заехать на речку, сделать рыбье сердце, нахренячь, уклейки пол ведра и забодяжить дома. И удовольствие получил, и приготовил интересное блюдо. Ладно, все. Подписываемся на канал, пишем комментарии. Кто не подписан, тот, конечно, пропустит эти все эксперименты и ничего не увидит. Нажмите сверху колокольчик, тогда вам придет сообщение, что вышло новое видео. И вы увидите это первым. Да, чуть не забыл. В планах у меня еще, знаете что? Купить металлоискатель. У нас тут рыболовный, говорю. Собелся магазинчик по продаже этих металлодетекторов. Присмотрел я такой там недорогой. Больше он подходит к пляжному копу. Не хочу я, конечно, ездить по полям, по лесам. У нас в Беларуси это запрещено. Поймают, натянут меня конкретно. Поеду я там где-то на Колыму поднимать. А по пляжу, где-то на рыбалку он приехал, рыбу ловишь. Ну и заодно вдоль берега походил. Интересно. Так что, кого интересуют такие вот кладоискательские видео, подписывайтесь. Я думаю, ближе к Новому году вы это увидите. Если, конечно, сильно земля не промерзнет, что я лопату не втыкнул. Ну, а если нет, тогда уже по весне зимой будем заниматься другими делами. Будет у меня палаточка, будет у меня подводная камера. Будем мы ловить рыбу, снимать, как она себя зимой под водой ведет. Будем делать разные домашние прикормки. Опускать под лед, проверять, как зимняя рыба на них реагирует. Зимой, вернее. Будет очень интересно, ребята. Так что, прошу, любите жаловать. Пока-пока.